Я хотела уточнить у вас, скажите, пожалуйста, вы с интернетом, я вчера не помню, уточнила у вас или нет, как вы с интернетом, дружите, не дружите, как у вас? Ну, она большая дочка, она училась, я понимаю, я не понимаю, туда я не лезу. Ага, но она вам может и помочь, да? Ну, может, может и подсказать, смотря что. Ну, понятно, ну, я так просто, почему вам задают этот вопросик, потому что у нас основная работа проходит в интернете. И вот еще вопросик, скажите, Наташа, я вижу, что вы такая очень трудолюбивая, добросовестная женщина, вот, вы когда-нибудь думали о своем деле, вот, чтобы свое что-то открыть? Я понимаю, что вы работой занимаетесь, это работа по найму у вас сейчас, правильно? То есть вы делаете какой-то… Да, если по найму. Ну, вы сейчас занимаетесь вот так. Я работаю на себя. А, это вы работаете на себя? Да, это мое личное. А, хорошо. Поэтому я работаю на себя. Все, молодец. А скажите, пожалуйста, Наташа, а хотели бы расширить немножечко вот работу свою? И вот давайте представим, вот у нас работа, она похожа немножко на вашу, да? Ну, только мы не выходим на улицу, не идем прям ногами, как говорится, к людям, да? А работаем с дому, с компьютера. И вот знаете, какая фишка? Вы хотели бы, чтобы, ну, то, что вы умеете делать, научили бы одного, второго, третьего человека, и они бы это делали, получали свои деньги, а вы от того, что вы их научили, получали бы свой процент. Хотели бы? Ну, конечно, ну, хорошо, это, конечно, понятно. Ну, вот, ну, представляете, вот я просто на вас посмотрела и думаю, в принципе, вы понимаете, что вы сами делаете, и если бы вам приумножить ваши действия, у вас бы еще больше был доход, правильно? Ну, понятно, только на это все нужно время и посещение. Правильно, совершенно верно. Во-первых, надо учиться этому, Наташ, обучиться этому делу. Вот, ну, с другой стороны, не святые горшки святят или как их зажигают. Правильно? То есть люди же это делают. Вот. А второе, надо подучить, ну, первое я сказала, подучиться, а второе, просто начать делать это, попробовать. Потому что до тех пор, пока вы не начнете что-то делать, вы не поймете, получится или не получится. Да, и для начала, вот я хочу сказать, можно 2-3 часа разобраться, что надо делать и делать. Тем более, если, знаете, что, вот только что подумала, говорите, дочка может вам там подсказать. Тем более, я хочу сказать, вашу работу, вот ту, которую я вам предлагаю, ее можно разделить на 2 части. Одну часть, вот, ну, такую техническую, вам бы помогала делать дочка, допустим, ну, какой-то час бы уделяла, ей бы за удовольствие там выполнять эту работу на кампе. А вторую какую-то часть, ту, где работать надо с людьми, взрослому человеку, общаться с людьми, делали бы вы. Как вы на это смотрите? Ну, надо все пробовать. Да. Надо все пробовать, так не поймешь, пока не попробую. Да, 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 вот смотрите, у меня такое предложение, вот, как я вам предлагаю построить дальше наши шаги. Я, вы мне сбросите имейл или, или вы в соцсетях где-то есть, Наташа? Нет, такого у меня немае. Хорошо, а почта или скайп, есть у вас что-нибудь? Такого тоже немае, у меня будут только контакты, и будут только одноклассники, которые заблокировали вчера. Вчера заблокировали, ага, ну их можно разблокировать, конечно, вот, хорошо, почты у вас нет, а скайп, скайп? Ну, тоже нету. Нету скайпа, да? Я даже не понимаю, как его делать это все. Да, это не сложно, это знаете, как... Я понимаю, что... Да, это, это в принципе не сложно. Мне просто надо куда-то вам сбросить информацию, чтобы вы посмотрели, вы поняли, Наташа? Мне надо сбросить информацию, у нас блог такой есть, как, знаете, как журнал, только виртуальный. Вы откроете, там посмотрите, там ролики, распечатанный некоторый материал, просто почитайте, он небольшого объема. И письмо такое, и вам будет понятнее. А у дочки вашей почты нет случая? Может, вы у нее спросите? Я могу дать вам трубочку, покажите. А ну, давайте трубочку. Я такая девочка бездная. Давайте, давайте, Наташа, я сейчас переговорю, вот, ну, чтобы вы ей помогли, конечно, вместе почитали, хорошо? Или вы с ней пообщались, я могу дать трубку есть. Давайте, давайте, я готова, я жду ее. Ну, Алла, иди сюда. На, вообще, если ты идешь, я рада, не знаю. На. Алла, Аллачка. Да. Здравствуйте, меня зовут Светлана Георгиевна, и я познакомилась с мамой вашей вчера. Вот, мне она очень понравилась, она очень такая трудолюбивая женщина, ответственная. Я вижу, что ей хочется больше и заработать, и помочь своей семье. Правильно я поняла? Да. Да? Да. Аллочка, скажите, пожалуйста, а вы хотели бы немножко помочь маме в этом деле? Ну, да. Да. Алл, смотрите, я работаю с компанией Reflame, в партнерстве с компанией Reflame, и не просто с каталогом работаю, я работаю с людьми, которых обучаюсь зарабатывать через интернет. Мама сейчас не очень, как бы, компетентна, но она говорит, что вы можете ее легко всему научить. И вот смотрите, мне надо, чтобы я куда-то сбросила письмо свое, в котором будет ссылочки на блог, как зайти на блог, на сайт. Вы знаете, о чем я говорю? Понимаете, о чем я говорю? Да. Вот умничка, видите, какая вы. Вот, и чтобы вы зашли, посмотрели, почитали, а потом мама посмотрит все это, и потом мы с вами опять втроем встретимся, по телефону или по... у вас скайпа нет, да, я понимаю, Алла? Ну, в телефоне, насколько... В телефоне, да? Ну, я думаю, что можно и в компьютере установить, там несложная программа, я вам сброшу, вы ее установите, самое главное, чтобы вы видели просто. Не обязательно, чтобы мы друг друга видели, а чтобы вы экран видели, могли говорить. Вот, скажите, пожалуйста, Алла, у вас почта есть? Электронная почта? Да, почта есть. Есть, да? А вы можете вот с мамы, на мамын телефон, вот на мой телефон, вернее, с мамынного телефона сбросить мне смсочкой почту, а я вам сразу же сброшу письмо, хорошо? Да. Наговорились? Вот, и вы тогда посмотрите, почитайте материал, вот, а я тогда завтра вам вечером такое время позвоню, и мы с вами поговорим дальше, хорошо? Вы, если какие-то будут вопросы, все записывайте с мамой, что непонятно. В принципе, Алла, работа у нас несложная, работа в соцсетях. Вы когда-нибудь, у вас есть страничка в Одноклассник или ВКонтакте? Да. Вот, ну вот мы работаем через эти соцсети, абсолютно несложно, я вас научу, мы работаем командой, у нас есть менеджеры, которые подскажут и расскажут, хорошо? Самое главное, чтобы вы разобрались. Да, вроде бы, вы с контактами заблокировали. Ну, есть специальные программки, вот, которые помогают разблокировать это все. Я вам подскажу, сброшу все. Вы мне сбросьте почту, а я вам сброшу, как разблокировать это все, хорошо? Да. Все. Ну, все, тогда я буду ждать смс-очку, хорошо? А завтра в такое время я вам перезвоню, мы пообщаемся, вы посмотрите до этого времени, хорошо? Алла, да? Ага, ну, все, хорошо, всего доброго, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok